Я, гражданин Республики Беларусь, Москалёв Егор Александрович, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь. Поздравляю вас принять военной присяге. Служу Республике Беларусь. Поздравляю вас принять военной присяге. Ура! 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 В этот день на плацу Полоцкого пограничного отряда важнейшая клятва на верность Родине прозвучала около сотни раз. Новое пополнение, а это преимущественно молодые и крепкие парни из Витебска и Минской областей. Нынешний осенний призыв завершился принятием в органы пограничной службы около 1600 солдат. Вы удостоились чести служить в лучших войсках, пограничных войсках Республики Беларусь. Будьте достойны. Достойны ветеранов, которые служили до вас. Достойны ваших прадедов, которые 80 лет назад защитили нашу Родину от коричневой чумы. Уверен, навыки, которые вы получите, знания, умения, проходя службу, пригодятся вам и в вашей гражданской жизни. Служите так, чтобы не было стыдно вашим родным и близким, а они получали только благодарности от руководства, от вашего командования. Уверен, у вас все получится. Хочу отметить, что в нынешнем году нынешний призыв отличается хорошим уровнем образования, подготовки. У нас больше половины курсантов это с высшим образованием, поэтому с ними приятно работать. Обучаются курсанты по различным специальностям и по тактике предмета, обучение различное. Ритуал приведения к военной присяге военнослужащих учебного пункта начался с презентации гостям образцов вооружения, боевой техники, технических средств, пограничного контроля и вещевого имущества органов пограничной службы. После наступило торжественное и важное событие в жизни каждого юноши. Новое пополнение Полоцкого пограничного отряда дали клятву на всю жизнь любить и защищать свою родину. Я принял военную присягу, поклялся защищать независимость, территориальную целостность, конституционный строитель республики Беларусь. Считаю, что это важно, особенно в органах пограничной службы, потому что мы, получается, охраняем государственную границу, то есть не пускаем сюда диверсионные группы и так далее. Пресекаем различные правонарушения территории республики Беларусь. От службы ожидаю в целом поднять свою физическую подготовку. Я считаю, это очень важно, особенно для мужчины, конечно, чтобы быть всегда готовым защищать свою любимую, своих друзей, родных. Мероприятие было торжественное, волнительное. Я курсант нового пополнения 24-го года полуцкого пограничного отряда. Я считаю, что присяга – это клятва не только Родине о ее защите, но и клятва самому себе, что ты будешь стоять до конца за Родину, ну и будешь защищать ее до конца. Также хочу отметить командование части, хорошие начальники, замы командиров, командиры взводов, отличное отношение к военнослужащим. Теперь солдаты продолжат подготовку по специальности инспектор пограничной службы, а также обучение по физической, огневой, тактической, медицинской и строевой подготовке. После военнослужащие пройдут обучение по специализации. Слова «Служу Республики Беларусь» в этот день произнесли почти полсотни молодых военнослужащих нового пополнения 377-го гвардейского зенитного ракетного полка. Гвардейцы поклялись беспрекословно исполнять свой воинский долг, беззаветно ослужить белорусскому народу, мужественно, умело, не щадя своих сил, защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность нашего государства. Глянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. Что касается подготовки военнослужащих нашего полка, сейчас они завершают программу общевойсковой подготовки. На следующей неделе мы пройдем комплексные контрольные занятия, обкатку танками, сдадим зачеты, далее военнослужащие будут распределены по подразделениям и начнется подготовка по специальности. То есть они уже вольются в основные подразделения воинской части и начнут подготовку по программе в рамках нового учебного года. Среди множества друзей и родственников, прибывших поддержать молодых людей, были и почетные гости. В этот важный и волнительный для ребят день поздравить и высказать им слова на путствие приехал и Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного совета депутатов. Очень радостно и гордо за наших молодых парней, которые выбрали своим долгом службу в рядах вооруженных сил Республики Беларусь, тем более на таком ответственном посту, как войска противовоздушной обороны. Современные реалии показывают, что насколько важен этот род войск в современных военных конфликтах, насколько важна подготовка наших частей к защите нашего неба над нашей страной, над Республикой Беларусь. И именно этот компонент, безусловно, является одним из гарантов независимости и суверенитета нашей страны и обеспечивающий мирное небо от любых вражеских поползновений. Важным и волнительным этот день стал не только для новоиспеченных военнослужащих, но и для их родных и друзей, которые также приехали на торжественное мероприятие. Волнительно и трогательно. Голос на вибрации, скажем так, держишься из последних сил. У меня пятеро детей, и четыре из них мальчика. Поэтому старший уже сходил в армию. Вот второй у меня. Ну, третий на подходит. В нашей белорусской армии, я уверена, это для ребят, для мальчишек, это очень здорово, потому что мальчики, они будущие мужчины, и армия закаляет их. Впереди военнослужащих ожидает напряженная учеба и освоение навыков военного дела. Они примут участие в оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой на полигоне, а также совместных стратегических учениях с вооруженными силами Российской Федерации. Пришел сюда, чтобы защищать нашу страну, шел с большим желанием в армию. Сегодня испытывали некое волнение с товарищами, день был ответственный, долго готовились в течение месяца, к тому, чтобы подойти к этому дню достойно, достойно принять военную присягу и также достойно продолжать военную службу. С принятием военной присяги эти парни сделали важный шаг во взрослую жизнь. Служба в армии – прекрасная возможность для них научиться защищать своих родных и близких, стать настоящим защитником Отечества. Ведь качество подготовки сегодняшних новобранцев – это гарант мирного неба над нашей страной. Ангелина Лазовская, Евгения Гончаренко, Сергей Пальцев и Максим Корольков. Телеканал «Звезда».